Евгений Евтушенко Смири гордыню, то есть гордым будь. Штандарт он и в чехле не полиняет. Не плачься, что тебя не понимают. Поймёт когда-нибудь хоть кто-нибудь. Не самоутверждайся. Пропадёт, подточенный тщеславием, твой гений. И жажда мелких самоутверждений лишь к саморазрушению приведёт. У славы и опалы есть одна опасность, самолюбие щекочут. Ты ордена не восприми, как почесть. Не восприми плевки, как ордена. Не ожидай подачи добрых дядь. И, вытравляя жадность, как заразу, не рвись урвать. Кто хочет всё и сразу, тот беден тем, что не умеет ждать. Пусть даже не двора и никола, не возвышайся тем, что ты унижен. Будь при деньгах свободен, словно нищий. Не будь без денег нищим никогда. Завидовать? Что может быть пошлей? Успех другого не сочти обидой. Уму чужому втайне не завидуй. Чужую глупость втайне пожалей. Не оскорбляйся мнением любым. В застолье, на суде неумолимом. Не добивайся счастья быть любимым. Умей любить, когда ты нелюбим. Не превращай талант в козырный туз. Ни козыри, ни честность, ни отвага. Кто щедростью кичится, скрытый скряга. Кто смелостью кичится, скрытый трус. Не возгордись ни тем, что ты борец. Ни тем, что ты в борьбе посередине. И даже тем, что ты смирил гордыню, не возгордись. Тогда тебе конец. Антон Чехов Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления, как праздника. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Серьезность человека, обладающего чувством юмора, в сто раз серьезнее серьезности серьезного человека. Только в беде люди могут понять, как нелегко быть хозяином своих чувств и мыслей. Университет развивает все способности, в том числе глупость. Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может и есть наше нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Желание служить общему благу, должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья. Говорят, в конце концов, правда восторжествует. Но это неправда. Циник – слово греческое. В переводе на твой язык значащее «свинья», желающая, чтобы весь свет знал, что она свинья. Если твой поступок огорчает кого-нибудь, то это еще не значит, что он дурен. Жизнь, по сути, очень простая штука. И человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить. Фаина Раневская Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что, поменьше пафоса, господа. Талант – это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности. Здоровье – это когда у вас каждый день болит в другом месте. Если больной очень хочет жить, врачи бессильны. Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет. Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одиноким. Мне всегда было непонятно. Люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства. Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и глупыми, чтобы они могли любить мужчин. Есть три вещи, которых боится большинство людей. Доверять, говорить правду и быть собой. Если человек кого-то обидел, он начинает ненавидеть обиженного. Очень плохим признаком становится потеря способности понимать юмор, аллегории, шутки. Вопреки здравому смыслу способны поступать только великие люди. Если человек хочет добиться правды, он уже очень силен. Идея обязана быть очень высокой, намного выше, чем способы ее реализации. Вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно из одних только накопленных в первую половину привычек. Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека. Стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он занимается, никому не нужно. Когда тебе в следующий раз захочется поныть, попробуй для начала потренироваться перед зеркалом. Увидишь, насколько ты смешно и жалко выглядишь. Дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак. Я хочу не такого общества, где бы я не мог делать зла, а такого именно, чтобы я мог делать всякое зло, но не хотел его делать сам. Легко прививаются привычки роскоши. И как трудно потом отставать от них, когда роскошь мало-помалу обращается в необходимость. Во всякой гениальной или новой человеческой мысли, или просто даже во всякой серьезной человеческой мысли, зарождающейся в чьей-нибудь голове, всегда остается нечто такое, чего никак нельзя передать другим людям. Хотя бы вы исписали целые тома и растолковывали вашу мысль 35 лет. Всегда останется нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа, и останется при вас навеки. С тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи. Нет ничего в мире труднее прямодушия, и нет ничего легче лезти. Человек, умеющий обнимать, хороший человек. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Настоящая правда всегда неправдоподобна. Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали. Иван Гончаров Приемом творчества не научишься. У всякого творца есть свои приемы. Можно только подражать высшим приемам, но это ни к чему не ведет. А в работу творческого духа проникнуть нельзя. Лев Толстой Великие предметы искусства только потому и велики, что они доступны и понятны всем. У всякого искусства есть два отступления от пути – пошлость и искусственность. Главное свойство во всяком искусстве – чувство меры. Когда тебя предали, это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже никогда не получится. Мудрый человек требует всего только от себя. Ничтожный же человек требует всего от других. Счастье охотнее заходит в дом, где всегда царит хорошее настроение. Человек подобен дроби. В знаменателе – то, что он о себе думает. В числителе – то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Без любви жить легче, но без нее нет смысла. Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга надеешься. Самая обычная и распространенная причина лжи – есть желание обмануть не людей, а самого себя. Нам всегда кажется, что любят нас за то, что мы хороши, а не догадываемся, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любит. Наши добрые качества больше вредят нам в жизни, чем дурные. Счастье – удовольствие без раскаяния. Простота – необходимое условие прекрасного. Все нравственное воспитание детей сводится к доброму примеру. Живите хорошо или хоть старайтесь жить хорошо. И вы, по мере вашего успеха в хорошей жизни, хорошо воспитаете детей. Старость – самая большая неожиданность в жизни. Марина Цветаева Спасибо тем, кто меня любил, ибо они дали мне прелесть любить других. И спасибо тем, кто меня не любил, ибо они дали мне прелесть любить себя. Что-то болит. Ни зуб, ни голова, ни живот. Не, не, не. А болит. Это и есть душа. Надо молчать, когда болит. Иначе ударят именно туда. Осязают только руки. Обнимает все-таки всегда душа. Единственное, чего люди не прощают, это что ты без них в конце концов обошелся. Владимир Высоцкий Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они сами покажут. В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто, и у тебя нет никого. В жизни это единственная валюта, которая никогда не обесценится. Анна Ахматова После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума. Когда на улице кричат дурак, не обязательно оборачиваться. Иосиф Бродский Жить просто. Надо только понимать, что есть люди, которые лучше тебя. Это очень облегчает жизнь. Старайтесь быть добрыми к своим родителям. Если вам необходимо бунтовать, бунтуйте против тех, кто не столь легко раним. Родители слишком близкая мишень. Дистанция такова, что вы не можете промахнуться. Наступает какой-то момент, когда в общем уже не важно, кто и что о тебе думает. Когда твоя деятельность становится просто твоим существованием. И это ты. Если даже ты не прав, это все равно ты. Это твоя жизнь, ни на чью не похожая. Знаю по своему опыту, что чем меньше информации получает твой мозг, тем сильнее работает воображение. Недостаток разговоров об очевидном в том, что они развращают сознание своей легкостью, своим легко обретаемым ощущением правоты. Дурак может быть глух, может быть слеп, но он не может быть нем. Нас меняет то, что мы любим, иногда до потери собственной индивидуальности. Как любая добродетель, верность стоит чего-то лишь до тех пор, пока она есть дело инстинкта или характера, а не разума. Книга является средством перемещения в пространстве опыта. Со скоростью переворачиваемой страницы. Человек время от времени должен чувствовать к себе ненависть и презрение. Так и приобретается человечность. Впрочем, так она и теряется. Свободный человек, когда он терпит поражение, никого не винит. К сожалению, в наши дни не только ложь, но и простая правда нуждается в солидных подтверждениях и доводах. В отличие от животных, человек уйти способен от того, что любит. Одиночество есть человек в квадрате. Жизнь учит нас цинизму, и главное не научиться ему. Максим Горький Если вам хочется похвалить кого-то, сделайте это немедленно. А если поругать, отложите до завтра. Возможно, вы сочтете, что этого делать не стоит. Не о том думай, что спросили, а о том для чего. Догадаешься для чего, тогда и поймешь, как надо ответить. День это маленькая жизнь, и надо прожить ее так, будто ты должен умереть сейчас, а тебе неожиданно подарили еще сутки. Ум есть драгоценный камень, который более красиво играет в оправе скромности. Как можно не верить человеку? Даже если видишь, врет он, верь ему. То есть слушай и старайся понять, почему он врет. В этой словесной драке, которую мы для приличия именуем полемикой, дрочу нам нет дела до правды. Они взаимно ищут друг у друга словесных ошибок, обмолвок, слабых мест, и бьют друг друга не столько для доказательства истинности верований своих, сколько для публичной демонстрации своей ловкости. Когда человек хочет узнать, он исследует. Когда он хочет спрятаться от тревог жизни, он выдумывает. иногда после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону. Когда русскому человеку особенно плохо живется, он обвиняет в этом жену, погоду, бога, всех, кроме самого себя. Такова русская натура. Мы всегда жалуемся на кого-то со стороны, чтобы оправдать нашу глупость, лень, наше неумение жить и работать. Слабые люди выжидают благоприятных случаев, сильные их создают. Последствия любви всегда одни и те же, новый человек. Нет, я говорю не о ребенке, а о людях, которые любят. Ведь это чувство обновляет душу, делает людей иными, лучше, красивее. Как унизительна роль человека, на которого смотрят как на ящик для мусора своих мнений. Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества. Сергей Довлатов Всю жизнь я дул в подзорную трубу и удивлялся, что нету музыки, а потом внимательно глядел в тромбон и удивлялся, что ни черта не видно. Убежденность в своей правоте доказательством не является. Выбирая между дураком и негодяем, по неволе задумаешься. Задумаешься и предпочтешь негодяя. В поступках негодяя есть своеобразный эгоистический резон. Есть корыстная и неизменная логика, наличествует здравый смысл. Его деяния предсказуемы. То есть с негодяем можно и нужно бороться. С дураком все иначе. Его действия непредсказуемы, сумбурны, а логичны. Дураки обитают в туманном клубящемся хаосе. Они не подлежат законам гравитации. У них своя биология, своя арифметика. Им все ни почем. Они бессмертны. Порядочный человек это тот, кто делает гадости без удовольствия. Есть свойства, по которому можно раз и навсегда отличить благородного человека. Благородный человек воспринимает любое несчастье как расплату за собственные грехи. Он винит лишь себя, какое бы горе его не постигло. Благородство это готовность действовать наперекор собственным интересам. Скудость мысли порождает легионы единомышленников. У сына и матери есть роковое неравенство. Особенно если он взрослый и только один. Последний мужчина, которому женщине хочется нравиться, с которым нарядной ей хочется быть, это сын. Когда моя мама тихонько садится на краешек постели моей, сняв промокшие ботики с ног, исходит из губ невеселых, но не укоряющих убийственно нежный вопрос «Что с тобой, сынок?» У сына ответа и нежностью даже не выудишь. Готов провалиться куда-нибудь в тартарары, я тупо бурчу, все в порядке. Да, кстати, прекрасно ты выглядишь по лживым законам трусливой сыновни игры. Неужто сказать мне действительно матери нечего? Тянувший меня подневольно сгибаюсь в дугу, я прячусь в слова «Успокойся, напрасно не нервничай». Мне есть что сказать, но жалею ее, не могу. Межа между нами слезами невидимо залита, и не перейти отчуждение межу. На маминой плечи немыслимо взваливать все то, что на собственных еле держу. Когда мы стареем, тогда с бесполезным раскаянием повинно приходим на холмике влажной земли. И мамам тогда, ничего не скрывая, рассказываем все то, что в глаза им когда-то сказать не смогли.